О проблемах организации образования говорили на заседании общественного совета Караганды. Предварительное обследование учебных заведений выявили ряд недостатков. Это несоответствие санитарным требованиям, низкое качество проведенного ремонта и отсутствие финансирования. Подробности у Антона Александрова. С состоянием школ Караганды ознакомились члены городского общественного совета. В итоге на встрече с чиновниками пытались понять причины выявленных проблем. В шахтерской столице имеются школы 50-х годов постройки. Одна из них находится в Михайловке и состоит из двух зданий. Эксплуатацию одного из них сейчас сотрудники ЧЕС пытаются приостановить из-за несоответствия требованиям. Учебные заведения, к слову, отапливаются при помощи котельной. Уголь же хранится на открытом воздухе, что негативно влияет на его качество, говорят участники встречи. В 44-й школе с сегодняшний день выделены средства на ученические обследования зданий. В рамках заседания демонстрировались факты некачественной работы подрядчиков и проблемы, которые требуют совместного решения. Потому как недочеты имеются даже в относительно новых школах. В 103-й, к примеру, деньги нужны на ремонт атриума. Выделяемые средства в рамках подушевого финансирования нельзя перекидывать из одной организации в другую, объясняет Есимта Ашимов. В итоге, кто не получил бюджетных вливаний, вынуждены искать спонсоров для проведения текущего ремонта. Что делать? Это самый главный вопрос для того, чтобы наши дети в первую очередь обучались в безопасной среде и получали качественное образование. Это самый главный второй вопрос. Говорили в рамках встречи о несоблюдении сроков проведения ремонта в школах и даже об отсутствии перегородок в санузлах. Хотя для многих организаций образования проблемным остается еще и вопрос условий для детей с особыми образовательными потребностями. Антон Александров, Миржан Джума Муратов, Николай Шевелев, 5 канал.